В Бендерах завершили ремонт участка коллектора в центральной части города. Зимой там провалился асфальт сразу в семи местах. Сейчас уже уложены новые трубы. Рабочие готовят дорогу для асфальтирования. На перекрестке Лозо и Кирова в Бендерах снимают старую брусчатку. Как объяснили в водоканале, это нужно, чтобы уложить асфальт по уровню, иначе не будет работать ливневка. Полгода рабочие меняли аварийный участок коллектора. Удалось протянуть 600 метров новой трубы. Все уже засыпано песком и щебнем, смесь должна осесть, и затем, на следующей неделе, улицу Лозо начнут асфальтировать. Параллельно по Кирова идет установка бордюров. После тоже уложат новое дорожное покрытие. На следующий год у нас запланирована в инвестпрограмму филиала работы по реконструкции консульного коллектора диаметром 1200 мм на улице Комсомольской. Это район Речпорта. Там коллектор в очень плохом состоянии. Всего в этом году в Бендерах заменились 700 метров коллектора. Помимо работ на Кирово и Лозо, еще 100 метров новой канализационной трубы уложили по Ленина в районе Декад-Каченко. А всего за последние 4 года отремонтировано 1,5 километра. По сравнению с общей протяженностью бендерского коллектора, 33 километра, объем выполненных работ незначительный. Реконструкция если одного коллектора протяженностью 100 метров, то ли это порядка 3,5 миллиона с установлением асфальтового покрытия. Реконструкция 33 километров такими темпами будет длиться даже не годами, а десятилетиями. Поэтому необходима какая-то программа, которая будет предусматривать реконструкцию коллекторов в городе хотя бы протяженностью километров в год. К кварталам выше по Ленина прокладывают новые трубы для воды и канализации. Уже выполнили 80% работ. Улицу ремонтируют в рамках масштабного проекта по благоустройству центральной части города. Его исполнение находится под личным контролем президента Вадима Красносельского.